Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Озвучим вопросы на сайте. Вопрос 1905, седьмой том, открытый МОКОМ. По каким признакам можно узнать, что в видении явился не кто-то, а сам враг-душегубец? Ответ. Нужен навык. И лучше вообще никому не верить и не жаждать никаких контактеров. Говори себе, что ты недостоин. Самые известные святые стучалось, обольщались и принимали сатану за ангела и даже за Христа. Второй коринфянам. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Мартин Милостивый. 12 октября. Видите, дальше везде открываются кавычки. То есть до одной буковки, до запятушки все взято прямо из житей святых. Копировано. Тогда сатана попытался обмануть и прелестить святого принятием вида ангела, светлого. Ибо, как говорит апостол, иногда и сам сатана принимает вид ангела света. И вот в один день он предстал Мартину во время молитвы. Предшествуемый и окруженный пурпуровым светом. Пурпуровым. Облаченный в царскую одежду. Украшенный короной из жемчуга и золота. В сандалиях, покрытых золотом. С веселым и радостным лицом. При виде всего необыкновенного, дивного явления Мартин пришел сначала в сильное смущение. И оба они долго хранили молчание. А ты слово Мартин такого слышал, такое имя? Конечно. А Мартин не слышал? Мартин Иден Джек Лондон написал. Да при чем это, мы по-русски говорим. Мартин. Это они там все выворачивают. У нас Виктор, у них Виктор Гюго. Мартин у русских. Мартин. Ну, Мартин. Да, конечно. Наконец, дьявол сказал. Узнаешь ли, Мартин, кого ты ныне видишь? Я Христос. Прежде нежели снова явиться для своего второго пришествия, я восхотел открыться тебе. Святой помедлил и не дал никакого ответа. Почему же сомневаешься? Веровать в видение, сказал лукавый. Я Христос. Тогда Мартин, по внушению Духа Святого, познал, что это дьявол и сказал. Господь мой Иисус Христос не обещал, что Он явится в пурпуре и блистательной короне. Я не хочу верить, что вижу возвращение Христа, пока Он не придет в таком же самом виде, в каком Он пострадал. И прежде всего не покажет, видимо, тех ран, которые Он претерпел на кресте. Тогда дьявол исчез, как дым и наполнил келью таким спрашенным стмрадом, что не оставалось никакого сомнения, что то был дьявол. А какой, говорит, смрад, как от женщины, которая красится. Я был в Одесском монастыре, и там был, видимо, я монах, отец Андрей. И вот, говорит, женщина, приду что-то, что ей надо, говорит. Ну, такое от нее зловоние, он, говорит, пол дня, краплю, говорит, все, ничего не могу сделать. Нормальная женщина, накрашенная, пахнет хорошо. А он слышал зловоние, просто адская от нее идет. Сергий Нуромский, 7 октября. Однажды преподобный Павел вышел из кельи своей, желая походить по пустыне. Отдохнуть. Когда он возвратился назад, то увидел, что келья его разметана сверху до основания. Видя сие великий отец наш Павел, как человек устрашился. Скорбный и испуганный пришел он к преподобному Сергию и рассказал ему о случившемся. Преподобный же Сергий счел сие за бесовское мечтание и сказал. Иди, брат Павел, ты найдешь свою келью неразрушенную. И напомнил ему пророческое слово. Бог нам прибежище и сила. Слом 45. Действительно, великий Павел, возвратившись к себе, нашел свою келью целую и невредимую, как сказал преподобный Сергий. Однажды пришел преподобный Сергий к святому Павлу ради духовной беседы. И нашел его стоящим возле кельи и кормящим птиц из рук своих. Множество птичек сидело на голове и плещах преподобного. При ним же стояли огромный зверь, медведь, лисица и заяц. Так даже бессловесно были привлекаемы любовью к пустыножителю. Дальше. Как поверить в истинность того, что нельзя проверить и пощупать? Может, то насмешкой плевок, волка лиходея или щуки. Мало ли, что выдумать могли. Поднести в изысканной обложке. Капелькой в усохшие мозги. День и ночь протравливая ложью. Сколько знаем, было так всегда. Там, где хитрые желали вассориться. Подданным не хлеб, а лебеда. Правды не обрящешь ни крупицы. Ленин, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун. Божеством казались ту эпоху. Ветер перемен тот чад задул. Не вадули кровопийцы, блохи. Знаете, против каждой строчки местописания, откуда взята мысль. Таких стихов никогда не было. Нигде. Никогда. Мне такая мысль пришла. Я ее ставлю оригинально. Красиво, оригинально. Полчаса требуется, чтобы стихотворение прочитать. Им при жизни верили манкурты. Славу возносили ежечасно. Не спаслись под людоедской шкурой. Сколько миллионов в этой пасте. Наш Господь, Сын Божий Иисус, дал рецепт, как отличить подделку. Поцелуй или змеи укус. Пятна прокаженного по телу. Волю Божию, кто хочет исполнять от души, от сердца, постоянно, те увидят, что за полыня в тех учениях, западня и яма. Сравниваясь с Библией, познаешь. Не от Бога это или то? По стреминам лезли за козлами их учения, магма, кипяток. Исполняя Божьи повеления, притворяя ежедневно в жизнь, ощутишь души твои парения. Остальное, преисподне, вниз. 25-е, 7-е. Так, и сколько это? Июня. 6 минут прошло. А? 6 минут. Ну еще одну давай возьмем. Добавим. Сколько это? 4 страницы. Как раз, давай. Вопрос 1906, 7-й том открытым оком. Бог дал силу своим ученикам наступать на силу вражью. Но силе вражьей многое еще допопущено делать. Святые страдали от этих темных сил, чтобы им были утеснения от них. Деяния. И бросился на них человек, которым был злой дух. И одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги и избитые, выбежали из того дома. Ответ. Разные случаи и такие есть, когда дьявол наносил даже раны верующим. Тащил их, бил. И едва живыми их находили. И его, правильно, он поразил болезнями. 2 Коринфяна. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне сжало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Откровение. И дано ему было вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. Но жизнь отнять им не дозволено было. И сказал Господь сатаним. Вот он в руке твоей, только души его сбереги, первая она. Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Дальше жития святых. Вот ответ какой по житиям святым, буквально. Жития-то несколько страниц, но в нем нужно знать те места, которые говорят именно по теме. Аверки, 22 октября. Однажды дьявол, желая искусить Аверкия, принял на себя вид женщины и приступил к святому, прося у него благословения. Вообще не догадаться даже. Взглянув на лицо беса, святой хотел отвернуться от него. Но в это время задел правой ногой за камень и повредил ее так, что на голени образовалась язва. Перенося сильную боль, святой стоял, не издавая ни одного стона, и лишь держался рукой за то место, где была язва. Дьявол рассмеялся и, приняв свой обычный вид, сказал святому. Не считай меня одним из тех ничтожных и незначительных бесов, которых ты изгонял. Я старейшина их. И вот ты принял от меня язву. Исцеляя других от болезни, ты сам ныне болен. Как охота повеличать. Кавычки закрыты. Я в Новгородске, 7 сентября. Дьявол скрежетал зубами своими на архиепископа, говоря. Так как ты рассказал тайну, то наведу на тебя такое искушение, что будешь ты осужден всеми своими гражданами как блудник. И с того времени бес Божиим попущением начал действительно строить свои коварные козни святителю, стараясь лишить его доброго имени. Он показывал людям, которые во множестве приходили к Ану просить благословения, в келии святого разные видения. То женскую обувь, то ожерелье, то какие-либо женские одежды. Приходящие к архиепископу люди, видя себе, соблазнялись и стали думать о святом, не держит ли он блудницу в своей келии. Сильно смущаясь, а не тем, и толкуя между собой о виденном, говорили друг друг другом. Человеку-блуднику недостойно занимать апостольский престол. Когда однажды народ собрался и пошел в келии святого, бес превратился в девицу, которая побежала перед народом, как бы удаляясь из келии блаженного. Видевшие все закричали, погнались было за девицей, чтобы схватить ее. Но бес убежал за келью святого и стал невидим. Услышав народный крик и шум, святитель вышел из келии и спросил собравшихся. Что такое случилось, дети мои? О чем вы шумите? Они закричали на него, стали бронить и укорять его, как блудника. Схватили его, стали насмехаться над ним. Пожалуйста, не оправдаться ничего нельзя, никого не судите. Я же, говорит, не осуждать у брата моего, все молились. И знали, что это архиерей. 15 октября. Ефимий новый. Ефимий взял проводников и отправился с ними на указанную ему гору, где и нашел действительно овчарню. Открытые ему свыше признаки указывали, что именно здесь нужно искать развалины прежнего храма. Но никто из местных жителей ничего не знал об этом храме. Местные христиане давно имели здесь овчарню, совсем и не помышляя о том, что оскорбляют ею местную святыню. Горько плакал преподобный, видя такое попрание в святыне. Начатые им раскопки вскоре же обнаружили все основание храма. Тогда местное население, пораженное таким необычайным даром прозорливости, пришедшего к ним старца, с охотой взяло на себя расходы по восстановлению забытого храма. Этим оно хотело как бы загладить грех своего прежнего равнодушия к нему. Так воздвигнут был храм святого апостола Андрея с пределами, с правой стороны в честь святого Иоанна Претечи, а с левой во имя Ефимия Великого. Но прежде чем были окончены работы по постройке храма, много трудов и горя пришлось вынести самому преподобному. По злоумышлению демонов, то опрокинулись леса, окружавшие здания, то обнаружилось только что... Обрушилось. Обрушилось. Только что выведена левая сторона его. При таких несчастьях нелегко было преподобному убеждать строителей продолжать начатую постройку. Бесноватых отчитывают, когда над ними священники читают заклинательные особые молитвы. В требник нужно срочно вести новые молитвы. Как молиться об одураченных попами, о людях, на которых они навели помрачение ума, поморок. Что люди ничего не хотят читать из священного писания, но довольствуются крещенской водой, купанием в проруби и ордане. Священство убило в народе евангельскую веру, понятие рождения свыше. Ну вот теперь все. Видите, какой ответ? Подробный, священное писание, святые отцы, вот так.